Те, кто определяют молодежную политику региона. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Килин нахарактеризовал собравшихся в зале. Здесь около 100 человек из 44 муниципалитетов, руководителей и специалистов управлений по молодежной политике. На повестке дня вопросы патриотического воспитания, противодействия экстремизму. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова предложила обсудить безопасность детей в интернете. Молодежные активисты города-курорта помогают выявлять так называемые группы смерти, ищут торговцев наркотиками. С другой стороны, идет работа с молодыми семьями, проходят патриотические мероприятия, развивается юно-армейское движение. Работа молодежного совета при главе города приносит реальные результаты, а город-курорт Анапа – один из лидеров в регионе по работе с молодежью. То, что мы занимали два года первое место среди территории, я думаю, это очень почетно, это очень значимо, и это вот та планка, поднятая нами, которую мы должны удерживать. Мы можем говорить о последовательном и системном подходе в реализации молодежной политики. Говорить, что она совершенная, наверное, неправильно, потому что совершенного в земном мире не бывает, но, тем не менее, желание, понимание этого вопроса, и, я повторюсь, последовательность действий наблюдается. По словам Сергея Килина, то, что совещание проходит в Анапе, с одной стороны, говорит о привлекательности города, с другой, поможет муниципалитету удержать планку, внедряя инновации. В частности, большое внимание сегодня уделяют созданию информационной среды, когда не только у школы, но и у каждого класса есть своя страница в социальной сети, где можно пообщаться не только со сверстниками, но и с учителями. Помимо этого, в том числе и анапчанам предстоит внести свой вклад в организацию 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Его откроют осенью этого года в Москве, а основные мероприятия будут проходить в Сочи. Также уделят внимание общению с футбольными болельщиками. В крае пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, а в Анапе будут тренироваться команды. Семинар продлится три дня.